Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о фильме 2022 года под названием «Идеальное сочетание». Лола Альварес, менеджер Мифос, компании-импортера вина в США, Хэммиш Кинг, шеф ресторана, куда Лола прилетела заключать новый контракт, рассказывает девушке, что только что вернулся из Австралии, откуда привёз с собой вино от Хейзел Вон, которая, кстати, не имеет импортера в США. И если Лола сможет заключить контракт с австралийской винодельческой компанией, то Хэммиш обещает поставлять эти вина во все свои рестораны. Воодушевлённая Лола возвращается в Лос-Анджелес. Девушка считает, что если ей удастся заполучить контракт с Хейзел Вон, то она наконец-то получит повышение, и её назначат региональным директором. Но к Олдеру, управляющему компанией Мифос, девушка ничего не говорит раньше времени, так как Хейзел сейчас в отпуске, и поговорить с ней у Лолы выйдет только через месяц. Об этом девушка по секрету рассказывает своей коллеге Одре, взяв с неё слово, что та никому ничего не разболтает, пока Лола не заключит с Хейзел контракт. Приехав утром на работу, девушка обнаруживает, что Одра нагло украла её идею привлечения к сотрудничеству австралийской винодельской компании Вон Фэммили Вайнс и передала её Колдеру. К тому же Одра договорилась с Хейзел о встрече через 4 недели, когда та вернётся с отпуска. Колдер благодарит Одру за проделанную работу и обещает ей место регионального директора, которое по праву должна была занять Лола. Об этом девушка рассказывает Колдеру, но тот считает, что она совершила ошибку, рассказав о Вон Фэммили Вайнс Одре. Обалдев от позиций своего начальника, Лола при всех называет его снобом и заявляет о своём увольнении. На следующий день девушка рассказывает своему отцу о решении открыть свою фирму по импорту вина, но для хорошего старта ей необходимо заключить сделку с крупной рыбой. И такая рыба есть – Вон Фэммили Вайнс, которая принадлежит Хейзел Вон. Покопавшись в интернете, Лола находит информацию, что Хейзел проводит отпуск на станции Варата, на семейной овцеводческой ферме в Австралии. К тому же на станции сдаётся в аренду коттедж, который можно снять и спокойно ждать встречи с Хейзел. Хоть это и слишком далеко, отец всё же поддерживает стремление Лолы подправиться в Австралию. Прилетев в страну, девушка сразу отправляется на ферму Вон, где её встречает управляющая этой фермой Макс. Парень провожает девушку до коттеджа, но увидев Хейзел, Лола спешит к ней. Девушка представляется владельцем совершенно новой компании импортера. Настолько новой, что пока в компании работает она одна. Зато Лола уверяет, что вино Вон Фэммили Вайнс будет поставляться всемирно известному шеф-повару Хэммишу Кингу, которого Хейзел Вон знает лично, но работать со всем молодым импортером вина она не собирается. Лола расстроена, ведь это была её единственная надежда. Но услышав, как Макс рассказывает Хейзел о том, что его работник снова прогуливает работу, девушка предлагает свою помощь. Она трудолюбивая и готова показать Хейзел, что способна на многое. Макс показывает девушке территорию и разъясняет её обязанности. Ковцам Лолу не подпустят, а вот починить забор, который постоянно ломает кенгуру, это то, что предстоит девушке. Но всю запланированную на сегодня работу приходится отложить из-за поломки пикапа. Макс и Лола вынуждены возвращаться на ферму пешком. Заботясь о том, чтобы девушке не напекло голову, парень даёт ей свою шляпу. По дороге Макс расспрашивает Лолу о её компании, убеждая девушку в том, что Хейзел не будет сотрудничать с импортером, которого ещё нет, ведь лицензию Лола получит только через два месяца. Но девушка уверена, что рискнуть всё-таки стоило. Лолу заселяют вместе с другими девушками, что работают на ферме. За завтраком новые соседки решают разыграть Лолу, положив на стул огромного игрушечного паука. По словам Брис, девушки таким образом постоянно подшучивают над всеми новенькими. Появляется Макс, с которым Лола отправляется ремонтировать изгородь. Парень показывает все обязанности девушки, с улыбкой наблюдая за этой городской пижонкой. Заметив Хейзел, Лола пытается с ней заговорить, но та риска по отношению к девушке, сказав, что Лоле нужно работать. Во время беседы с Максом Лола направляется к пикапу, но парень хватает девушку, взяв её на руки. Рядом с пикапом лежит ядовитая змея, которую Лола совсем не заметила. Вечером соседки девушки отправляются на посиделки у костра, а Лоле достается не самая приятная работа из-за её статуса новенькой. Утро Макс показывает девушке её следующее задание. Девушка должна загрузить овечий навоз в разбрасыватель удобрений. Спустя некоторое время к ней подходит Хейзел с Максом. Лола случайно запускает разбрасыватель, закидав удобрениями обоих. Понимая, что теперь контракта ей точно не видать, Лола идёт собирать свои вещи. Девушка просит Макса подбросить её до города на пикапе, но этот старый сарай снова ломается по дороге. Парочка пешком возвращается назад на ферму. По словам Макса, у Лолы есть особенность настойчиво идти к своей цели. Девушка, не поморщив носа, занялась работой с овечьим навозом, от которого остальные стараются держаться подальше. Так почему же она вдруг передумала и решила вернуться домой? Макс ценит её решительность, так же как и Хейзел. Сегодня Лола уже точно не успеет на самолёт, поэтому Макс предлагает до утра подумать и принять решение – уезжать или остаться здесь и добиваться своей цели. Всю ночь девушка проводит в раздумьях, пока ей на глаза не попадается книга про бабушки Хейзел по имени Сибилла, которая с нуля основала эту овцеводческую ферму. Вдохновившись этой женщиной, Лола принимает решение остаться здесь. Встав раньше остальных, девушка чинит душ, а её соседки делятся с Лолой вещами и обувью. Отправившись на работу, девушка слышит какой-то звук, набирая воду. Выглянув, Лола замечает Макса, который грузит тюки сеном. Вечером девушка присоединяется к остальному костра, развлекая толпу своим пением. Ухаживая утром за овцой, которой Лола дала имя Бербера, девушка узнаёт, что её соседке Сэм нужно сходить к врачу, поэтому Лола получает на сегодняшний день повышение. Правда, всю радость от этого повышения портит Макс. Макс приводит Лолу в овчарню, оставив девушку помогать со стрижкой животных. Тем временем Одра рекламирует разные сорта Вин Хэмешу Кингу. Ресторатор предпочитает работать с новой компанией Лолой, поэтому дождётся, когда девушка вернётся из Австралии и получит лицензию. Сама же девушка в это время наносит макияж своим соседкам, которым рассказывает о своих прошлых неудачных отношениях, в которых её муж изменял девушке. В этот момент входит Сэм, соседка Лолы, которую девушка сегодня и подменяла в овчарне. Сэм лесбиянка и хочет поговорить по телефону со своей подругой, поэтому Лола оставляет её и выходит на улицу, где замечает Макса. Следуя за парнем, Лола обнаруживает, что Макс собирается искупаться в бассейне. Парень оправдывается, что Хэйзел всё равно нет, да и не плавает она особо. Кто-то же должен это делать, иначе для чего здесь бассейн? Лола спускается в воду, как только Макс приглашает девушку поплавать. Мило беседующую парочку застаёт Хэйзел, но молча проходит в дом. Утром Макс и Лола на мотоциклах загоняют овец в загон, а во время перерыва Макс ведёт девушку к скрытому водопаду, который был любимым местом Сибилы, прабабушки Хэйзел. Лола поражена тем, как много он знает о семье Вон. Но это неудивительно, ведь Макс вырос здесь, на станции. Но больше ничего о парне узнать не удаётся. Пока Макс в настроении, Лола пытается его убедить не пускать её лучшую подругу Берберу на мясо, но парень не преклонен. Они возвращаются на ферму. Соседка Лолы, Брис, зовёт парочку на день рождения Генри. У Макса есть дела, а вот Лола идёт развлекаться. В это же время Макс играет в бильярд с Хэйзел. Из их разговора становится ясно, что Макс родной брат Хэйзел, которого девушка уговаривает возглавить компанию. Но парень всячески этому противится. Если люди узнают, что у него есть деньги и власть, отношение к нему сразу же изменится. Парень нашёл умиротворение, и именно в своей профессии заниматься овцами на этой станции ничего другого ему не нужно. Только вот Хэйзел считает иначе. Она рассказывает, что видела парочку в бассейне, намекая на то, что Лола понравилась парню. На вопрос, расскажет ли он девушке правду, кем является на самом деле, Макс против этого. В это же время в баре, где отмечают день рождения Генри, начинается драка, которую свистом останавливает Лола. За причинённые работниками фермы ущерб, рассчитываться с владельцем заведения приходится Максу. Утром парень приглашает Лолу съездить вместе на винодельню. Так просто девушку туда бы не отпустили. Но по словам Макса, он обманул Хэйзел, что там нужно починить забор. Девушка соглашается, ведь она всегда мечтала посмотреть, как именно устроено дело вон. Лола с Максом приезжают на станцию, где расположена винодельня. Они встречаются с Феликсом, который проводит для парочки частную экскурсию. Пока Феликс отошёл за бутылкой вина в качестве подарка для Макса и Лолы, девушка замечает рядом с бочками бутылку, на которой указано, что вон Фэмили Вайнс – семейное дело. Лола считает это странным, ведь, насколько она знает из интернета, Хэйзел осталась одна в семье и занимается этим в одиночку. Выйдя на улицу, девушка замечает кенгурёнка, которого решает сфоткать. Парочка решает остаться здесь на ночлег. Лолу так вдохновила поездка в эти места, что она придумала новый логотип для компании Вон Фэмили Вайнс – образ Сибилы Вон с кенгурёнком на руках. Лолу просто захватила творчество. Здесь настолько чистый воздух и такая спокойная атмосфера, что девушка спит как убитая. Лола как будто заново переродилась. Ну, за это можно и выпить. Макс достаёт бутылку вина, купленную ему Феликса. Опустошив бутылку, Макс и Лола собираются ко сну. В этот момент Макс собирается признаться Лоле в том, что он тоже из семьи Вон и является родным братом Хэйзел, но девушка не даёт ему этого сделать, целуя парня. Утром Макс всё-таки набирается смелости рассказать о себе всю правду Лоле. Он признаётся, что на самом деле винодельню построила Хэйзел, но за его деньги. После смерти матери станция Варата, где находится овцеводческая ферма, досталась по наследству Максу и Хэйзел. Пока сестра училась в университете, Макс превращал станцию в прибыльный бизнес, после чего выделил деньги на строительство винодельни Хэйзел. Лола обижена, что парень скрывал это всё время, пока она здесь находится. Неужели он думал, что она будет его использовать, чтобы приблизиться к Хэйзел, если узнает о его родстве с ней? Они возвращаются на ферму. К пикапу подбегает Бриз, сообщив Лоле, что её срочно вызывает Хэйзел. Придя к ней, девушка обнаруживает Колдера и Одри. Колдер просит Лолу вернуться назад в компанию, пообещав ей место регионального директора, которое будет работать с винами вон Фэмили Вайнс. Колдер обещает Лоле повышение зарплаты, плюс бонусы и премии, но девушка отказывается. Хэйзел всё же отдаёт предпочтение заключить контракт с Мифос, ведь компания Лолы не то что молода, её даже не существует. В качестве прощального подарка Лола протягивает Хэйзел пустую бутылку из-под вина, на которой вместо этикетки набросок, нарисованный Лолой вчера вечером. Попрощавшись со своими соседками, Лола возвращается обратно домой. Спустя несколько месяцев Лола всё-таки открывает свою фирму по импорту вина, в которой она работает вместе с Одрой. Лоле интересно, выберет ли Хэйзел вон в качестве нового логотипа её набросок с Сибилой. Лола ещё ничего не знает, но Одра рассказывает, что вон Фэмили Вайнс расторгла контракт с Мифос. Видимо, они получше узнали Колдера. Одра предлагает снова попробовать поговорить с Хэйзел, но Лола отвергает это предложение. Лучше сосредоточиться на поиске новых поставщиков. Одра спрашивает у Лолы, не пробовала ли она позвонить Максу. Когда Лола уезжала и прощалась с парнем, он даже не пытался её остановить, поэтому она считает, что с Максом всё кончено. Через несколько дней на выставке виноделов Лола встречается с Хэмишем. Ресторатор упрекает девушку в скудном ассортименте. Он ведь давал ей наводку на Хэйзел, а она всё продула. В этот момент появляется Макс, который произносит, что вся вина висит только на нём. Парень признаётся, что теперь он вышел из тени и стал полноправным партнёром Хэйзел, поэтому прилетел сюда предложить Лоле стать импортером их вина в Калифорнии. Макс пытается извиниться, что остановился где-то на полпути и отпустил Лолу, но девушка не даёт ему договорить, целуя парня. На этом фильм заканчивается. Спасибо тебе за просмотр и до встречи на канале.